приветствую братья и сестры приветствую наших гостей подписывайтесь обязательно нажимайте колокольчик чтобы вам быть тоже в понимании что сегодня происходит в целом в мире кто во всем виноват что этому послужило и как же быть дальше и мы сегодня идем идем в доброе семя возобновляю добрая семя я постараюсь как можно чаще по утрам выходить с добрым семенем и буду рад за ваши вопросы на которые я с удовольствием бы ответил сегодня у нас календарь дает следующее писание первое послание тимофею 2 глава 3 4 стих звучит это так ибо это ибо это хорошо и угодно спасителю нашему богу который хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины еще раз повторяю это угодно богу чтобы все от слова все спаслись и чтобы достигли достигли этой вершины познания истины чтобы сегодня каждый понимал что же сегодня происходит вообще в целом сегодня я вам один момент открою что происходит целом почему у нас проблемы по всему миру я вам скажу я я подчеркиваю вина христианства я буду об этом говорить я сам христианин я там же но давайте же пойдем я буду читать то что нам говорит автор календаря это будет каждое утро и буду добавлять то что я считаю нужным в сегодняшнее время подчеркнуть добавить согласно библии и так что же нам давайте повторю еще раз стих и пойдем ибо это хорошо и угодно спасителю нашему богу который хочет чтобы все люди от слова вообще спаслись и до и и достигли познания истины автор нам говорит никто не может сказать что эти стихи его не касаются хотя многие люди пытаются создать свои собственные теории спасения кто-то учит тому что спасутся только избранные и что если человек не принадлежит этой группе то он будет потерян независимо от его желания и стремление спастись в подтверждение этому нам дается этот стих сегодня но что же делать здесь написано но служителя делают попытки подкрепить свою ложную теорию цитатами из библии не я придумал чтобы ко мне вопросов не было но никакие аргументы не смогут поколебать истину изложенную в сегодняшнем стихе попытки использовать стихи из библии для подкрепления своих личных теорий обречены на провал разве бог хочет ввести нас в заблуждение вовсе нет я читаю все так могут поступать только те кто преследует свои собственные цели создавая свои собственные учения бог не хочет чтобы его воля было в бог бог же хочет чтобы его более воля была вполне ясна вполне ясна он хочет чтобы все люди спасались и познали истину это снимает ответственность с бога за то что люди не хотят принять предложенную им спасение и обрекают сами себя на гибель это их вина они вина бога если же кто-то говорит что невозможно знать спасен человек или нет то он серьезно заблуждается почему потому что бог хочет чтобы все люди спаслись и поэтому мы должны спасить спросить сегодня себя что мне делать чтобы спастись тот кто искренне хочет узнать это получит такой же ответ какой получил темничный страж филиппах почти 2000 лет назад им ему было сказано веру и в господа иисуса христа и спасешься ты и весь дом твой это вы можете прочитать в деяниях святых апостолов 16 глава 31 стих иисус христос и является единственным путем вечной жизни то есть никакой добродетель никакие твои добрые дела тебя не спасут твои добрые поступочки не спасут рано или поздно каждому из нас и мне и тебе брат сестра тебе мне придется предстать перед ним и он скажет подожди бог отец скажет я послал сына чтобы ты принял то что он пошел на крест забрал все твои грехи и проклятия посредством своей смерти чтобы кровью и ранами ты был исцелен и на третий день он воскрес для того чтобы ты был спасен потому что бог в этот момент дает тебе если ты это принимаешь для тебе святого духа и наш сотовый телефон контачит со спутником ты общаешься с богом отцом посредством святого духа все люди чтобы познали истину бог этого хочет я хочу вот здесь выделить одну вещь люди которые не хотят принять предложено им спасение обрекают сами себя на гибель это их вина а не вина бога вина каждого из нас кто сегодня у тебя проблемы у тебя разрушила семья у тебя не прет бизнес множество проблем почему но потому что это не и кто-то говорит что сегодня все в целом мире происходит это вина бога нет я вам скажу бог все делает бог все делает и второе на что хотел бы поставить ударение не я говорю смотрите нам говорит это пишет христианин этот календарь он на самом деле написан он не просто напечатан перекидной календарь который проверен цензурой там и так далее аминь здесь написано никакие аргументы не могут поголебать истину изложенную в сегодняшнем стихе да что каждый должен знать истину попытки использовать стихи из библии для подкрепления своих теорий обречены на провал и здесь в этот момент я хотел бы не согласиться с календарем знаете в чем потому что здесь взяты только два стиха первое послание тимофею 2 глава 3 4 стих но эти 3 4 стих не имеют никакой силы без первых двух я сейчас прочитаю первые два стиха это то о чем никогда не говорят на служениях об этом должны говорить ежедневно особенно в сегодняшнее время и все поэтому происходит вокруг во по всему миру потому что сегодня наша евангельская церковь она реально живет точно тем что идет с запада и почему-то не говорятся важные вещи и сегодня я вам оставляю вот это то что я сейчас сказал и то что говорит календарь а не я я хочу добавить еще от себя оперевшись естественно на библию и открываю тоже послание первое послание тимофею 2 глава но читая еще первых два стиха то есть мы прочитали ибо это хорошо и угодно господу спасителем у нашего спасителю нашему который хочет чтобы все люди все от слова вообще спаслись и достигли познания истины а что угодно то ну почему он этот человек в календаре не не говорит что угодно читаю извините протянул немножко итак первые два стиха и так прежде всего прошу совершать молитвы прошения моления благодарения за всех человеков за всех за царей за всех начальствующих я повторяюсь за царей за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благодействии чистоте алё только когда мы почитаем и молимся за царей нет у нас сейчас мне скажут цари уже говорили мне при причем педагоги говорили цари же в монархии слушайте вы же привязывайте библию к сегодняшнему времени почему вы не говорите что значит нужно молиться за президентов и за всех начальствующих за всех от слова все здесь написано за всех мы этим не занимаемся на протяжении многих десятков лет библия об этом не говорит я сейчас не пойду в эту тему это глубокая тема я множество посланий могу вам сказать где это говорится но об этом не говорится почему вопрос чтобы люди истину не увидели не услышали и не поняли что все что сегодня происходит на самом деле все делает наш господь и оставляю вам первое послание к тимофею вторая глава с 1 по 4 стих но можете дальше 5 прочитать смотрите чем я завершу этим пятым стихом ибо един бог един и последний между богом и человеками человек христос иисус верю в ваше понимание и я постараюсь как можно чаще выходить со словом утром и это с этому способствовало общение на днях с теми людьми с которыми которым я уже служу общаюсь многое продолжительное время и есть определенные моменты у кого-то свое хозяйство у кого-то большая семья у кого-то но там множество проблем да но людям каждый день нужно слово им некогда читать библию но и опять же не каждый человек открывая библию сразу поймет что она сегодня хочет сказать будьте благословенны мир вашему дому подписывайтесь обязательно и если вы хотите быть с добрым семенем каждое утро нажимайте на колокольчик именно на темненький чтобы вам приходили уведомления будьте благословенным мир вашему дому с любовью иисуса христа игорь костровой аминь